Всем привет! С вами Джерри и сегодня я вам расскажу интереснейшую методику игры на оверпасс, на фейс-эт премке. И благодаря ней вы сможете даже немножечко управлять своими тиммейтами, а самое главное выигрывать катки за атаку. Поэтому поехали! Но важный момент. Если вы хотите не просто смотреть гайды, а учиться и учиться хорошо, скажем так, то записывайтесь в ForTheSchool и тренируйтесь вместе с нами. Там будут читать лекции всякие крутые игроки, может быть даже я. Так что поехали! Так, самое основное, что нужно понимать на этой карте, это то, что здесь есть три зоны. Это мид, это подвал и это зига. Проблема фейс-эта, постоянная проблема фейс-эта, то, что люди идут толпой в одну зону. То есть там год 4 мид, да, год 4 мид. И начинается вот эта бригадня, все бегут сюда, тут что-то делают. В общем, это неправильно, так делать не надо. Вот, ваша задача, когда вы заходите на эту карту и за атаку у вас первый бой-раунд, это узнать два набора гранат. Мы сделаем максимально просто все, чтобы вы даже не смогли потеряться, но это просто невозможно будет. Вам нужно знать два набора гранат. Собственно, задача какая? Показать то, что вы находитесь сразу в трех зонах. Не в одной, не в двух, а в трех. Для этого вы колете своему тиммейту. Спустись там, дай молик подвал. Это, ну, тут я даже не знаю, показывать, не показывать. Ну, наверное, будет, если кто-то попадет. Вот, ой, я не попал. Ладно, короче, вы поняли. Кидайте молик подвал, вот. И на фейс-эте редко бьют дверь, но предположим, даже если это произойдет, ваша задача выкатить смок. Смок может выкатить любым удобным для вас образом. Желательно, чтобы упал поглубже. Но также можно кидать и неглубокий, потом расскажу зачем. Далее, второй набор гранат. Это без излишеств. Вы просто подходите вот в этот угол, кидаете смок, подходите вот на эту тень. Примерно. Все примерно делаете. Кидайте вот такой молик. После этого подходите вот к этой тени и кидаете вот такую вот флешку. Это дает вам вот такую вот картину в Зиге. Вот такая вот картина. Это один из видов смоков. Он, ну, я лично его не особо люблю, но он быстрый. Он быстрее другого, который я вам сейчас покажу. Так, давайте я вам покажу второй. Он намного проще. Ну, так, хотя нет, не намного. По поводу этого, кстати, вы стоите в этот угол, просто прижимаетесь и целитесь над деревяшкой. Вот здесь со вторым смоком. У всех, вне зависимости от настройки, разрешения, есть вот эта точка. Вы просто кидаете в эту точку. Сейчас я успею, наверное, даже молик кинуть. Он падает немножко по-другому. Он падает дольше. Но благодаря тому, что вы четко кинули эту грену, у вас слева будет гэп. И в этот гэп можно будет как сыграть, выйти вот сюда, вот так вот отпикать здесь. Это не ванвэй, но вас будет чуть тяжело видно. Ну, то есть, возможно, люди будут вас ждать отсюда, а вы сможете, например, выйти вот от этой стороны, аккуратненько шифтом убить пусту. Это тоже вариант. Вот, поэтому смотрите. Возвращаемся к основам. Получается, у нас идет работа в зиге, так называемое болото. У нас работа здесь. Здесь потушили. Защита что думает? Что вы потушили зиг? Значит, там может быть противник. Вы кинули туда флешку, значит, там может быть противник. Плюс вы не дали вот этим моликам занять. Также можете добавлять к этому самый-самый стандартный простелок. Это делает один человек. Второй же человек занимается подвалом. Как я вам уже показал, он вначале просто падает в подвал, кидает молик, если бьют дверь, выкатывает смог. Только не вот, ну, даже вот так подойдет. Ну, только чтобы не тушился. И начинает продвигаться. Продвижение должно быть вместе вот с этими господами. А это самая сложная часть гайда. Будьте внимательны сейчас. Очень часто пролетает молик. Я лично на фейсе видел, что кидают вот так. Мы опять же про фейсинг, да, говорим. И я такой тип дам, что при таком молике очень часто справа можно пробежать, практически не концанувшись. Вообще даже не концанувшись можно. Вот. Поэтому ваша задача в миду. Вы втроем приходите, у вас есть снайпер, вы тушите, можете кинуть флешку там вверх, вот так вот, да. Можете вот так вот кинуть. Суть такова, что под эту флешку вы уходите вместе со своим тиммейтом вот сюда на детскую площадку и аккуратненько кинет, и напродвигаетесь в миду. Ваша задача занять вот эту зону. Я ее буду отмечать тагами. То есть у вас есть подвалист, он, получается, приходит с подвала вот сюда. Соответственно, вы должны ему помочь и набор гранат, который вы должны будете кинуть. Это смог сюда и молик вот сюда. Но это чуть я вперед забежал, если честно. Очень часто проблемы происходят именно вот здесь. конкретно в этой позиции, поэтому я предлагаю вам скрипт простейший, который поможет там очень многое, так сказать, исправить в вашей игре. Тушите молик, подходите вот сюда, выравниваетесь. Здесь такой, я не знаю, как это объяснить, я поставил большой прицел, я на нем не играю, что ли? Вот здесь такая грязь, ну, скажем, в левую часть этой грязи. И кидайте молик. Он лендится, он не сразу разгорается. сейчас. Ну, вообще, сейчас он плохо разгорелся. Должен лучше. Давайте со смоком поэкспериментируем. Обычно сюда прилетает смог, и тушит он. Подходите сюда. Я клянусь, из-за большого прицела очень тяжело навестись. Он в любом случае будет вот так попал. Ну, потом на видео там скриншот получите, так сказать. Вот. Он даже со смоком горит и исключает вот эту вот позицию неприятную, которую очень тяжело проходить. Вот. Поэтому, еще раз, задача потушить. Если в меду смог, кинуть молик, кинуть флэш, выйти вот сюда. Просто здесь можно бежать, можно даже вот такую вот флэшку кинуть. Ничего страшного в этом нет. Тут часто противник может тут стоять. Бывает тут стоять вот так вот на щели. Ну, всякие разные бывают. Мерзкие такие вот ребята, которые вот здесь вас душат, вы не можете пройти дальше. Вот у вас два этапа получается. Первый этап потушить, дать молик, пройти сюда, занять шарики. Второй этап кинуть вот такие вот, вот эти вот горены. Их можно кидать даже с руки. Я вам даже рекомендую их кидать с руки, потому что если вы будете их кидать либо отсюда, либо с респавна, вы будете постоянно теряться в таймингах, вам будет тяжело меняться. Это все-таки фейсит. Люди тут общаться не умеют. Вот. Поэтому вот просто подошли сюда, кинули вот так вот. Ну, он плохой будет. Да, но это пасик. Кинули вот так, пришли там на фонтан, кинули вот так. Без шажка только можно. Я, ну, это прям я плохой кинул. Наверное, лучше человеческий показать. Вот видите, вот этот прайдерево. Вот. Ну, из шажка, как я первый раз показал. на закрепление материала. Вот. Это хороший молик. На нем противник не сможет вас убить в миду. Единственное, он сможет стать вот так, но он будет открыт как эту позицию. Ваша дальнейшая задача это просто разменяться. Вы просто двигаетесь. У вас здесь смог челс-подвал. Если, например, есть подвал, кричит, вы можете кинуть флешку вот сюда, забежать в этот подвал как орангутан, просто развалить чувака здесь. Если, например, вы увидели, что пушат в дыну, там, например, два чувака, то ваша задача просто спуститься в подвал, кинуть опять же Тася эту флешку, не забывайте про нее, она очень важная. Кинуть эту флешку, побежите в подвал, сюда вот выйдите, откройте дверь, у вас здесь уже челик, зига сидит, уже тут что-то, он тут мутится, что-то происходит. В общем, суть карты за атаку это движение, и движение сразу по трем зонам. Далее это можно видоизменять, вы можете сказать, даже если вы не капитан, вы можете сказать, пойдемте два зиг, или пойдемте два подвал, два зиг, что-то такое, то есть ваша задача это работа по всем зонам. И так как у меня цель стоит показать не сильно быстрый гайд, то я вам скажу такую вещь, что вот выгоднее всего, мое мнение, на фейсете это работать два зиг, два подвал, потому что один мейт кидает для вас вот эти вот грены, которые я показал, да, этот вот смок, вы под все это двигаетесь, он вам накидывает вот эту флешку, вот так вот она кидается, я уже показываю, и после этого когда вы занимаетесь сюда, если какой-то дурак там потушит, скажем, назовем его бараном, плохим другим словом, вот он здесь потушит, ваш тиммейт после того, как кинул флешку, кстати, вот маленький тип, чтобы не кидать флешку отсюда, и потом бежать вот сюда, вот так вот, вот так вот, вот так вот тушить, то можно кинуть флешку вот таким вот образом, вы встаете вот сюда, к бочке, кидаете вот так вот флешку, и вы уже готовы шить. Если ваш мейт говорит, зиг занимают, потушили, Просто нашиваете Это можно делать вдвоем Этого будет достаточно для того, чтобы разменяться на точке B И в дальнейшем поставить бомбу То же самое в подвале Здесь ваша задача, если вы играете 2-2 Это кинуть молик, сблизиться максимально Опять же, да, тут есть такая фигня Ну, я не знаю, на вашем уровне Такое будет или нет, но очень часто шьют подвал Вот таким вот образом Сейчас я вам постреляю, покажу То есть вот здесь траектория такая, что Можно по вот этой стенке двигаться Единственное, откуда вас убьют, это с густа То есть вот отсюда, по ножкам Давайте будем верить, что такого не произойдет И я вам покажу, как это сделать То есть вы выкатываете смог Здесь у вас еще горит молик Уже догорает, вы по этой стенке двигаетесь Обязательно попросите своего мейта отвернуться от флешки Потому что даже на слабом уровне играет Он может стоять как здесь, в этой точке Так и здесь Но со второй менять тяжелее Дальше ваша задача просто прийти кинуть молик наверх Есть варианты, ну, когда ты кидаешь затроченный Я считаю, что на фасеке Ваша задача это просто понимать, что Вы хотите убить чувака сверху Кинули молик, открылись до его взрыва Как вам удобно Особенно, если знаете, что авик нету То есть не особо запаривайтесь Не задумывайтесь сильно над тем, там О, надо там кинуть гранату Нет, я хочу до вас донести, уважаемые зрители Что карта простая на самом деле На фейсити она достаточно часто играется И вы, даже если вы неуверенный в себе человек Вы можете спокойно сказать Ребят, давайте вот так и так Сейчас грены можно дропать Вы можете даже надропать грены И сами кинуть зиг, упасть в подвал То есть на самом деле выиграть можно Да, за атаку Обычно просто берут 3-4 раунда Я уже, ну, недавно премку играл Я прекрасно понимаю, сейчас очень тяжело Вот, но благодаря вот таким наборам гранат И пониманию карты Вы сможете быть намного лучше Спасибо большое за просмотр Если вам понравилось, оставьте обязательно комментарий Просите, говорите, что можно улучшить Я постараюсь это сделать Так что еще раз спасибо Удачи и пока